В Ленске прошло традиционное ежегодное соревнование автоледи. 24 отважные девушки оседлали железных коней. Стараясь победить, каждая из них внесла определенную зрелищность в проводимое мероприятие, за которым наблюдали и наши корреспонденты. Соревнования, как и в прошлом году, проводились на берегу реки Лена. Место выбрано не случайно, ведь именно здесь, с высоты набережной, ленчанам предоставлен полный обзор трассы. В этом году, по словам организаторов, трасса для состязаний была более интересной. В этом году нам удалось сделать ее более интересной, чем в прошлом. Позволили и метеорологические условия, и люди, которые нам помогали в этом деле. В соревновании приняли участие 24 представительницы прекрасного пола. Не только ленские автоледи, но и гости с Наслегов и города Мирного. Каждой участнице предстояло дважды преодолеть круг. Проехав первый, круг девушки должны были показать искусство вождения задним ходом по кольцу, а также заезд в гараж. Здесь не все справились с первого раза. Больше всего переживаний из-за ожидания, потому что мы шли под 19 номером. В этом году была трасса сложнее, точнее она была более, мне кажется, для водовых машин. Возь получила очень незабываемые ощущения, много эмоций, много адреналина. Но трасса первый раз для меня показалась немножко сложноватой, но ничего, я с этим справилась. Думаю, что все прошло нормально. В соревнованиях была предусмотрена и работа для штурманов, у которых была не менее важная задача. Среди штурманов оказался и юный участник. Я в первый раз участвовал пилотом с моим папой, мы заняли второе место, это было на квадроцикле летом. И во второй раз я был штурманом, это было сегодня. Одна за другой девушки сменяли друг друга на автодроме, и под возгласы болельщиков мужей и детей близились к финишу. В итоге третье место заняла Татьяна Лаюрова на Ниссан Тирана с временем 4 минуты 4 секунды. Второе место Жанна Касаурова на ландкрузере Прада. Участница показала результат 4 минуты 2 секунды. Самой быстрой автоледи оказалась Оксана Журавлева на Тойота Каме. Девушке понадобилось всего 3 минуты 58 секунд на прохождение обоих кругов. Тем самым Оксана стала абсолютным победителем соревнований. Также был проведен конкурс на самый гламурный автомобиль. Победителями стали Анастасия Чуева, автомобиль которой был представлен в образе танка Т-34, Олеся Логинова, автомобиль в образе Нюши из всем известного мультфильма «Смешарики» и Анастасия Сафонова, автомобиль в образе танка Т-80. Участницы, не занявшие призовые места, получили утешительные призы и номинации. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Анвакасаха, Ленск.